Абсурд говорите? Нет, это Америка. Почему Америка является главным мировым бандитом? Александр Дубровский специально для Иорекс. Здравый смысл настойчиво подсказывает, любая уважающая себя страна обязана заботиться о своей национальной безопасности. Вопрос. О каких угрозах национальной безопасности может идти речь? Для начала дадим краткое общее определение понятия. Обеспечение национальной безопасности – это комплекс мер, направленных на защиту граждан, общества и государства от внешних и внутренних угроз. Нейтрализация угроз, о которых может идти речь, входит в функции государственных органов, обязанных обеспечить, в том числе, государственную безопасность, являющуюся составной частью безопасности национальной. Основной список угроз государству и нации в принципе известен и состоит как из традиционных, так и новых появляющихся по мере развития, например, технологий. Не только технологий, в ту же копилку рост аномальных природно-климатических изменений, которые также вносят свои коррективы, хотя и с разной степенью жесткости, да и не во всех регионах. Не претендуя на полноту списка, попробуем обобщить означенный спектр угроз. Внешняя военная агрессия, направленная на разрушение территориальной целостности. Терроризм, внутренний и международный. Подрывная деятельность спецслужб других государств, в том числе промышленный шпионаж. Технологическое отставание и опора на импорт технологий, что делает страну уязвимой от изменений политической конъюнктуры. Кибер-угрозы, направленные на разрушение информационной инфраструктуры. Внешние торговые и прочие экономические ограничения. Санкции, запретительные пошлины, подрывающие экономическое благосостояние государства и граждан. Правовые коллизии, способные парализовать деятельность государственных органов. Массовые антиправительственные выступления, дестабилизирующие государственный и общественный строй. Скоординированные и информационные атаки внешних и внутренних оппозиционных СМИ, подрывающие доверие граждан к существующему государственному и общественному строю. Прочие угрозы, вплоть до продовольственных, экологических, техногенных и т.д. В том числе физическая угроза жизни как соотечественникам, так и этнически близкому населению, проживающему на других территориях. Это про Крым, если что. Ситуация, с которой в мировой практике отнюдь не уникальна. В общем, примерно такой список входит в понятие безопасности любой страны, считающей себя хоть в какой-то мере суверенной. Однако различия не только могут быть, но они реально есть, так как меры по обеспечению безопасности зависят от наличия или отсутствия ресурсов и возможностей, которые также различаются иногда сильно. То есть, одними декларациями и заклинаниями и даже наличием политической воли обеспечить самостоятельно свою безопасность по всему спектру угроз невозможно. И тут, в случае отсутствия возможностей и ресурсов, очень часто обеспечение комплексной безопасности, частично или даже полностью, делегируется тому, у кого такие возможности и ресурсы есть. Именно так теряется суверенитет и никак иначе. К примеру, что-то может поставить для себя в приоритет авиационную безопасность, сконцентрировав ресурсы на производстве полностью отечественных самолетов. Понятно, что таких стран, как пальцев на одной руке, так как нужны компетенции, нарабатываемые десятилетиями, если не больше. Отсутствие только одних таких компетенций, есть отсутствие авиационной безопасности, а значит, данная страна уже может считаться лишь частично суверенной, чтобы она о себе не думала. Или, например, есть страны, считающие для себя одним из приоритетов обеспечения арктической безопасности, боев с северной границей и есть граница Арктики в строго определенных широтах, что логично и в полной мере ответственно. Также логично, как отсутствие таковых приоритетов для стран, не имеющих границ с Арктикой, что не имеет отношения к их суверенитету. Однако оставим самолеты из северной широты, ибо сотни стран в мире это вообще не касается. И тут же авиацию они вообще даже не рассматривают в качестве составной части общих параметров безопасности, считая, что они и без этого суверенны, и точка. Последуем и мы их, к примеру, оставаясь естественно при своем мнении, отнеся авиацию и Арктику к относительно несущественным и специфическим деталям, не имеющих базовых принципов, перечисленных выше. Так вот, у базовых принципов есть много общего от государства к государству, на то они и базовые, даже если они изложены стилистически и терминологически несколько по-разному. И если покопаться, то нигде практически не удастся найти принципов обеспечения безопасности, основанных на необходимости разрушения безопасности других государств, а также зависимости своей безопасности от внутреннего государственно-общественного устройства каких-либо прочих стран. Не найти ни в официальных документах высших органов, ни в речах высших официальных лиц, хотя и могут в больших количествах присутствовать в частных высказываниях отдельных политиков и даже в документах, в том числе прежде всего в открытой или закрытой аналитике различных ведомств. Нигде более, ибо абсурд. В сказанном также много нюансов, особенно в отношении непризнанных государств и прочих неурегулированных границ, а также в многочисленных случаях пересечения и наложения зон безопасности соседей и так далее. Все это предметы переговоров, пусть часто и длительных, но не более того. Переговоров, в которых участвуют ответственные политики и дипломаты с целью предотвращения конфликтов и их локализации. В любом случае, односторонние действия недопустимы, в чем и проявляется ответственность перед своим государством и перед миром. О случае невозможности договориться привлекаются авторитетные посредники, либо, к примеру, вопросы выносятся на признанные площадки вплоть до ООН. Таковы международные правила и традиции, выработанные столетиями и написанные кровью миллионов и подразумевающие цивилизованный подход даже к крайне сложным вопросам, где недопустим абсурдистский подход, свидетельствующий о крайней степени безответственности. Однако теория теорией, а на практике приходится констатировать, мир все больше погружается в хаос из-за несоблюдения общепризнанных норм и правил. Следовательно, есть те, кто соблюдает, старается соблюдать и те, кто нарушает. Причем, как выясняется, нарушает систематически и принципиально. Думаю, что многим намек мой понятен. Подойдем углом и рассмотрим, даже если кто-то категорически не согласен. Вот некоторые важные международные нормы, конвенции и организации, которые не признаны Соединенными Штатами Америки. Международная конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Соглашение ООН о запрете ядерных испытаний 1996 года. Совет ООН по правам человека создан в 2006 году взамен одноименной комиссии ООН. Факультативный протокол об обязательном разрешении споров Квенской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Конвенция ООН о запрещении дискриминации женщин 1981 года. Конвенция ООН о правах детей 1989 года и т.д. Кроме того, есть масса международных норм, признанных США, но на деле ими несоблюдаемых, что часто приводит к необоснованным агрессивным военным вторжениям суверенной страны с последующим превращением ООН их в нестабильное образование, напичканное оружием и бандами головорезов. Более того, когда я говорю, что нигде не найти официальной позиции, направленной на необходимость разрушения безопасности других государств в качестве меры обеспечения собственной национальной безопасности, то Америке это не касается в принципе. Именно США практически единственное в своем роде государство, которое открыто декларирует устами высших официальных лиц, что весь мир находится в зоне их и только их национальной безопасности, а также считает себя вправе распространять свою юрисдикцию на любую точку планеты. Началось все фактически с самого рождения этого специфического образования. А чтобы понять масштаб трагедии, надо знать очень простую вещь. На Америку никто никогда не нападал, все без исключения войны были для нее внешними. И за время своего существования, кроме всем известных крупных войн, она осуществляла и продолжает осуществлять внешние вторжения регулярно, с чистотой в среднем раз в полтора года, в чем можно легко убедиться здесь и здесь, даются ссылки переходы. При этом, кроме войсковых и спецопераций по принуждению мера к обеспечению своей национальной безопасности, что уже сейчас ложится на сами США тяжелым затратным временем и все чаще не дает желаемого результата, все большее распространение получают откровенные и демонстративные попытки развала конкурирующих стран и блоков с сочетанием невоенных способов воздействия одновременно по двум направлениям – извне и изнутри. Цель проста и, самое главное, неизменно под предлогом обеспечения своей национальной безопасности устранить любых конкурентов, причем, как все больше выясняется, во всех мыслимых и немыслимых областях от сырьевых, прежде всего углеводороды, до высокотехнологичных отраслей, а также во всех гуманитарных сферах – наука, информация, культура, религия и т.д. В заключении донесу простую мысль, не помещающуюся в головах апологетов добрых, гуманных и мирных Соединенных Штатов. Никого на этом североамериканском острове ни в малейшей степени не волнует государственно-общественной строй в какой-либо стране, вдруг пожелавшей конкурировать с США в той или иной сфере. Не волнует ни фамилии руководителей, ни их убеждения, ни внутренняя политика, ни поддержка власти или отсутствие таковой со стороны населения. Не волнует даже в какой-то мере данная страна или регион является союзником или противником, ситуативным или постоянным. Волнует только одно – где и в каких областях данная страна составляет либо готовится составить конкуренцию Америке. Все только в зависимости от этого обстоятельства выстраиваются последующие действия и комплекс мер воздействия, в том числе и превентивных, на устранение тех, кто каким-то образом вздумал тестировать национальную безопасность США, в область которой, напомню, входит вся планета. В этой связи следует уяснить еще одну простую вещь. Если в какой-либо стране, независимо от реальности, государственно-общественный строй объявляется несоответствующим универсальным демократическим ценностям, это означает, что страна уже вошла в конкуренцию, и здесь рано или поздно произойдет прямое или косвенное внешнее вмешательство. Все последующие комплексные меры воздействия, направленные на смену строя, либо конкретных людей, имеют целью получить более покладистое и сговорчивое правительство и также вновь исключительно для обеспечения национальной безопасности США. Страны, в отношении которых приходится вводить санкции, это те страны, которые конкурируют США либо комплексно, либо частично, что с точки зрения Америки недопустимо ни в каком виде, ибо угрожают их национальной безопасности. Если какая-либо страна поддается давлению и в ней меняется власть на более лояльную к США и последующим усвоением универсальных ценностей, то следствием такой мутации будет неизбежная потеря суверенитета с выключением ее из конкурирующих субъектов, причем в ускоренном темпе и навсегда. То есть, в случае прихода к власти, к примеру, либеральной оппозиции, полностью устраивающей Америку, то о суверенитете и национальной безопасности необходимо забыть. Вопрос, почему и до каких пор мир может и будет терпеть подобное к себе отношение. Вопрос на самом деле риторический, который, однако, витает в воздухе уже давно, и ответ на него кроется во все более абсурдных действиях американской администрации, как во внутренней, так и во внешней политике, когда инициаторы перестают заботиться даже об элементарном оформлении своих претензий. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что мировое сообщество окончательно теряет терпение и бросает недвусмысленный вызов абсурдным претензиям к своему суверенитету. В результате у США банально не хватает ни возможностей, ни ресурсов, ни просто времени для тщательного подбора аргументов и выработки проработанной позиции. Вот несколько свежих цитат из ресурса «Голос Америки». Президент Тональд Трамп заявил, что некоторые импортные автомобили представляют угрозу национальной безопасности США. В ответ, организация, представляющая интересы крупных германских азиатских корпораций, включая, в перечисление идет, назвала эту оценку абсурдной. Соединенные Штаты подозревают Россию в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний, заявил в среду глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли. Соединенные Штаты полагают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Джон Болтон заявил, что Иран почти наверняка несет ответственность за атаки на нефтяные танкеры о побережье Объединенных Арабских Эмиратов ранее в этом месяце. Комитет по вооруженным силам Сената США представил законопроект об оборонном бюджете. В документе отмечается, что новые угрозы со стороны таких стратегических конкурентов, как Россия и Китай, подрывают военное превосходство США. Глава комитета по международным отношениям Палаты представителей Элиот Энгель в свете злонамеренных махинаций Россия и Вашингтон ищет дружественные страны в регионе Восточное Средиземноморье примечание автора, которые разделяют его ключевые демократические ценности. Ключевой комитет Палаты представителей предложил выделить 280 миллионов долларов для противодействия влиянию России во всем мире. Законопроект, одобренный Комитетом Палаты по ассигнованиям, предполагает выделение средств на поддержку программ по развитию демократии в Российской Федерации, на Российской периферии и других странах Европы и Азии, нет, Евразии, которые являются объектом или потенциально уязвимым для российских компаний злонамеренного влияния. Или, к примеру, цитата из доклада Счетной Палаты США. «Арктика, прилегающая к России, дело национальной безопасности Америки. Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативной тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание. Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна». А пока суть до дела, спецпрокурор Мюллер выступил с заявлением об окончании расследования о российском вмешательстве в выборы США, где, не приведя ни единого доказательства, сказал, как утверждалось в тексте обвинения, представленном большому жюри и присяжных, российские разведчики, принадлежащие к российским вооруженным силам, организовали скоординированную атаку на нашу политическую систему. На что Дональд Трамп тоже поручил разведывательному сообществу незамедлительно и всесторонне сотрудничать с расследованием генерального прокурора Соединенных Штатов Уильяма Барра с целью выявления обстоятельств начала разбирательства Мюллера о приписываемом сговоре с Россией занавес. Добро пожаловать в американский универсально-демократический мир абсурда. Александр Дубровский Абсурд, говорите? Нет, это Америка.